До экзаменов традиционный праздник выпускников. Последний звонок в этом году для всех школьников тоже решили провести онлайн. Миноборнауки Республики запустила специальную акцию в соцсетях. Рекомендуют дату проведения последнего звонка 25 мая. А вот программу мероприятий школы составляют самостоятельно. Как школьники Северной Сети будут прощаться со школой, расскажет наш специальный корреспондент Галина Григорян. Сейчас торжественная часть прощания со школой окончена и ребята отправятся отдыхать на центральной улице города. Так было в прошлом году, сейчас все иначе. В школах нет никаких приготовлений, не заиграет музыка и последний звонок прозвенит тоже только онлайн. Самый трогательный момент и прощание учеников с любимыми учителями школой пройду через мониторы компьютеров. На расстоянии весь сценарий праздника и памятные видео, слезы грусти и радости одновременно. Мы особые мальчишки, ваши младшие братишки. Мы особые мальчишки, ваши младшие сестренки. Во всех школах к онлайн-празднику готовятся по-разному. Например, в физико-математическом лице и последний звонок звучит не из рук первоклассника, как это по традиции бывает. Его дает директор школы. Последний звонок подводит определенную черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Каждый год этот праздник учителя стараются сделать особенным для каждого выпускного класса. Но в этом году 25 мая точно останется у всех в памяти. В 25-го числа, в 12 часов, мы интерактивно проведем этот праздник. У нас есть платформы для этого, как и для дистанционного обучения. Ребята зайдут на платформу эту, оденут праздничные свои белые фартуки, костюмы. Им также интерактивные родители, мы договорились, что они повяжут им повязки выпускников. Сюрпризы любимым учителям готовят и сами школьники. Все равно хочется почувствовать себя выпускником, надеть эту ленту, не нарушать традиции, сделать бантики и просто попрощаться как следует со школой. Вы уже что-то запланировали, да? Да, мы готовим разного рода видеопоздравления, кто-то даже пишет стихи, записываем песни, чтобы поздравить наших любимых учителей. Еще один важный символ окончания школы, конечно, выпускной бал. Нарядное платье, вручение аттестатов. Кристина Дряева, как и многие выпускницы, начала готовиться к празднику заранее. Эпидемиологическая обстановка планы подкорректировала. Выпускной вечер, к сожалению, пришлось отменить, так же, как и последний звонок, которого мы ждали уже на протяжении 11 лет. Наши планы таковы, что мы решили с классом записать видео, в котором у каждого из нас будет возможность выразить слова благодарности всем нашим учителям. На протяжении всего года мы с мамой не один раз ходили по различным базарам, магазинам в поисках того самого платья, в котором бы я смогла провести выпускной вечер. Но, к сожалению, так и не успев сделать выбор, так мы его и не приобрели. И это останется в моих мечтах. Поддержать выпускников решили в Министерстве образования Северной Осетии. В социальных сетях запустили флешмоб «Поздравь выпускника 2020». Учителя, родители, представители общественности, деятели искусства и спорта, политики могут записать короткое видео с поздравлениями и напутственными словами в адрес 11-ти классников, опубликовать его в своих аккаунтах в социальных сетях с соответствующим хэштегом. Школу не забудь, родной класс, друзей, учителей. Ты, вступая в жизнь большую, счастлив будь, шагай смелей. Привет, ребята школы-интернаты Алагирского района. Это Стас Костюшкин. Ну что, я от всей души вас поздравляю с окончанием школы. Я уверен, что вы многому научились. Это акция по всей России. То есть главная задача в том, чтобы поздравить всех выпускников с завершением обучения в школе. И поэтому мы призываем всех учителей в этот день, всех учащихся школ с 1 по 10 класс, всех известных людей республики, абсолютно всех поздравить в этот день наших выпускников и пожелать им всего-всего самого лучшего. Пандемия и коронавирусная инфекция изменила планы и в Южной Осетии. Обучающиеся экзамены сдавать не будут. Стоит вопрос у нас сегодня на повестке дня по проведению последнего звонка, выпускного балла. Но данный вопрос, наверное, будет решен, как только эпидемиологическая ситуация будет улучшена в запретенном с нами государстве. С улучшением ситуации наши дети свой праздник получат. И все же для школьников начинается важный этап. Уже через месяц, 29 июня, начнутся испытания ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Но в этот день об этом стараются не думать. Праздник все же. Галина Григорян, Алан Суанов, Новости Осетии.